Я думаю, что в этом случае нужно очень четко различать между тем, что действительно этот процесс означает процесс мирного урегулирования и кто его начал, и тем, что происходит в настоящий момент. Это две совершенно разные вещи. Если говорить о ситуации в Алеппо, то нужно учитывать, то, какую стратегию преследуют русские. Она может не нравиться, ее не обязательно поддерживать, но нужно осознавать, что это действительно значит. То, чего я хочу избежать, так это разделение на черное и белое. То, что у нас здесь практикуют. То, что русские всегда делают плохое, негативное, а Запад делает всегда добро. Русских обвиняют в том, что они либеральные силы бомбят. Это они, конечно, делают. Это нельзя отрицать. Это мы сейчас видим в Алеппо. Но турки, к примеру, бомбят курдов. А ведь курды очень активны. Возможно, это самая активная группа в борьбе против ИГИЛ. Это у нас не критикуют. Я призываю очень внимательно следить за тем, что там происходит. За причинами, за стратегией и подумать о том, что это могло бы в конце означать. Это самое главное. А не говорить «это черное, а это белое». Давайте еще раз посмотрим на то, что вы сказали в Пассаура Нойе Пресса, чтобы зрителям стала понятна ваша мысль. Русские своим военным вмешательством сделали процесс мирного урегулирования возможным. До сентября 2015 года у нас там был абсолютный штиль. Ни американцы, ни европейцы не имели стратегии для мирной Сирии и не были готовы серьезно действовать. Русские это сделали, тем самым открыв окно к политическому решению. Госпожа Кронешмальц, госпожа Меркель сильно раскритиковала российские действия, обвинила российскую сторону. И я хочу вас спросить, права ли она в том, что обвиняет из-за авиаударов Россию в ответственности за страдания десятков тысяч людей? Есть пару вещей, которые сильно бросаются в глаза. Это не русские первыми начали бомбить в Сирии, а другие там уже бомбили. И для меня, я не знаю как вы на это смотрите, бомбы несут всегда разрушение и всегда означает страдания для мирного населения. Что мне бросается в глаза? С того момента, как русские начали бомбить, мы начали считать жертвы среди мирного населения. До этого мы называли это коллатеральными потерями. Это первое. И вторая история заключается в том, что я считаю, что мы, что у нас очень опасная мысленная ловушка. И эта мысленная ловушка, по моему мнению, заключается в следующем. Если вступать в дебаты на основе морали, то это очень просто, в особенности, если сам сидишь в безопасности, если знаешь, что с точки зрения морали, ты всегда на правильной стороне, если говоришь о демократии и свободе. Подождите, я еще не закончила свою мысль. А вот что намного сложнее, так это сложные и многогранные ситуации анализировать и понимать, что вообще возможно, политически и геополитически. Это не цинично. И это не бесчеловечно, а напротив. И также нужно учитывать, что вокруг Сирии и в самой Сирии очень много актеров, влияющих на ситуацию. И что просто пришло время найти баланс интересов посредством насколько только возможного цивилизованного метода. Это называется политическим искусством. Это пять лет назад было намного проще, чем сейчас. Но тогда, и об этом я хочу вам напомнить, тогда переговоры сорвались из-за того, что США были не готовы с Асадом хоть о чем-то договориться. Все время это показывают так, как будто между Путиным и Асадом сильная дружба. Асад русским полностью безразличен. Но у русских есть опыт, которого нам не хватает. Они знают, что случается, если порядок исчезает. И Асад это средство для достижения цели, если вы желаете, чтобы стабилизировать регион, в котором и у русских тоже есть интересы. Морализирует этот вопрос Меркель? Морализирует все. Все те, кто практикует разделение на черное и белое. И изначально исходит из того, что одна сторона мира хочет добра, а другая зла. То есть она это делает? Чего вы хотите добиться такой постановкой вопросов? Я хочу понять, как вы думаете. Я хочу вам сказать. Мне тоже знакома техника постановки вопросов. К чему это должно привести? Мы должны здесь попытаться. Я, конечно, понимаю, что это программа для развлечения. Я согласна, чем громче мы здесь поспорим, тем больше о нас завтра будут говорить прессе. Но я считаю, что эта тема настолько важна, столь опасна и такая острая, что мы, те, кто здесь сидит, должны излагать ход мыслей и аргументы, чтобы зрители это могли взять для основы, чтобы составить себе свое личное мнение. Так работает демократия. Перестанут ли тогда русские быть стороной на переговорах, с которой можно было двигаться в сторону достижения мира? Без русских мира не будет. Господин Кхойрад считает иначе. Поэтому я и говорю, во-первых, русские пришли в Сирию не для того, чтобы убивать сирийцев. Они также не пришли в Сирию, потому что они хотят удержать Асада у власти, а не в Сирии, потому что у них там есть стратегические интересы. И эти интересы совершенно однозначны. Нужно действительно попытаться разделять. Нужно также задаваться и вопросом, а почему же они бомбят в Алеппо? Почему они атакуют? Какие стратегические цели они преследуют? Ну так скажите же нам. Во-первых, в этом вы совершенно правы. Алеппо было на востоке окружено Аль-Нусрой, так сказать, блокировано. Они это прорвали. Алеппо для России стратегически промежуточная цель. Они хотят, и это они уже отчасти сделали, на севере от Алеппо. Они хотят террористов, как они их называют, отрезать от снабжения с Турции. В Турцию поставляют нефть. За это обратно приходят боевики и оружие для ИГИЛ. Это они хотят отрезать. То, что они этим самым отрезают и обеспечение, в этом нужно признаться, и обеспечение для города. Они, по всей видимости, хотят продвинуться по этому коридору до турецкой границы и направо, на северо-восток, в сторону Рака, для того, чтобы заключить их в котел. Это стратегический план. Я не даю этому оценку. Я хочу еще раз сказать, дело в том, чтобы было понятно, что там происходит и почему это происходит. То, что там гибнут мирные жители, с этим ни один человек не может согласиться. Это же совершенно очевидно. И то, что начинается движение беженцев, людям приходится бежать. Это не может ни один человек акцептировать. Но нужно понимать, в чем дело. И факты нужно выкладывать на стол. Считаете ли вы это хорошей стратегией? Нет хороших или плохих стратегий. Есть военная стратегия, которая ведет к определенной цели или которая не ведет к этой цели. Эта стратегия ведет к тому, что ИГИЛ не будет больше получать с Турции снабжение. И это ведет к тому, что большие части ИГИЛ будут окружены в этом районе и, надеюсь, что они будут уничтожены. Это и есть цель. И ее русские совместно с сирийской армией точно достигнут. Это также означает, что нужно указать и на риски, связанные с этим. Речь же идет о том, что они продвигаются по коридору, в котором с правой и с левой стороны территория курдов. И последние два дня мы видели, что курды уже пытаются соединить эти два района. Позвольте мне договорить. Турция сейчас начала снова бомбить курдов и пригрозила военным вмешательством. Это было бы фатально. На этом нужно сосредоточить свое внимание. Если желать понять последствия и риски, большие риски, которые связаны с этой войной, то нужно сконцентрировать на этом свое внимание.